Добрый вечер, друзья! Мы оказались в городе Москва, столице России. Сегодня у нас 27 января, блокадный памятный день. И так совпало, что в этот день мы с Кириллом Владимировичем Яковлевым наконец-то возвращаем выставку, посвященную реставрации храму святых Петра и Павла в Пересвегино, назад домой в Ленинград. Ильин Владимирович, поделитесь Вашими эмоциями. Здравствуйте, друзья! Это событие действительно большое. Мы его давно ждали. Наверное, много месяцев уже прошли. Да, выставка два раза была потеряна в недрах Центрального дома архитектора Москвы. потеряна, как мы думали, безвозвратно. Мы плакали в Ленинграде. Но все-таки ее нашли. Да, после долгих поисков мы приезжали сюда первый раз, когда за выставкой, ее не нашли вовсе. То есть, перерыли весь Союз. Не было ни где планшет. Потом мы долго и упорно звонили. Антон Александрович звонил. Половина выставки все-таки потеряли. Все планшеты на пенокартоне, там табуретные посты. Но это не важно. Важно, друзья, что спасены самые главные. Это пять больших отмывок. Это храм, которому в прошлом году исполнилось 215 лет. Это последний предсмертный храм любимого архитектора. Да, Кидвович вашему? Николай Александрович. Николай Александрович Львова. Он является копией храма святого Иосифа в Могилю. И, надо сказать, нам недавно написал молодой человек из Республики Беларусь. Да, из Могилю. Из Минска, да. И сказал, что он был тоже там, в Переследино. Буквально сразу после нас. Угу. Он был никогда. В августе, в октябре. А он был, по-моему, в сентябре. Между нашими поездками. Между нашими поездками. Сделал тоже обмиры этого храма. И планирует их использовать для воссоздания храма в Могилеве. Который, наоборот, не сохранился. Продолжение того, что по Могилевскому храму сохранились чертежи, а храма храма нет. У храма в Переследино нет никаких чертежей, но есть храм. И вот нам как-то удалось это все поженить. И предстоящее отличие от Могилевского храма, от храма в Переследино, в колокольне. В Могилеве их нету. Да. В остальном он идентичен. Практически копия. Но есть там кое-какие моменты совсем. Кирилл Васильевич, нельзя не сказать коллегам о ноу-хау, который 200 лет назад Николай Александрович уже внедрил в архитектуре своего последнего детища. Во-первых, это отраженный свет, который уже в 21 веке используют сейчас архитекторы в стиле хай-тек. Это вообще феноменальная вещь. С помощью этого света он осветил 12 апостолов, расположенных в нишах внутреннего купола. Второе, это он вбел горизонтальные пластины в капители, которые воспринимали эффект пуассона, не давали под нагрузкой от балок разрываться конструкциям капителей в горизонтальном направлении. То есть здесь он уже применял металл 220 лет назад. И третий, Кирилл Владимирович, я сейчас немножко стал подзабывать, там был какой-то третье удивительное новшество, о котором вы говорили. Сейчас я немножечко подзабыл уже за давностью лет. Но знаете, еще интересный эффект, что Могилевский собор был первым, да, Кирилл Владимирович, в 1785 году, а этот храм был последним. То есть эта постройка, она как ронга замкнула какой-то жизненный творческий цикл мастера. Если говорить про образ храма, то он восходит к паладзианским образцам. То есть Андрей Николай Евроф был паладзианцем. Вот, и пытался в своих произведениях, в своих постройках сочетать разные эпохи. В этом храме он соединил античность с христианами. То есть, когда мы заходим в храм, мы попадаем в наркос, да, при дворке. И он решил, если посмотреть на план, в духе античного перистильного дворика, да, окрыленного колоннадой. А затем мы попадаем в подкупольное пространство, которое связывает нас с Святой Софией в Константинополе, да, с христианским мироощущением, да, то есть олицетворением в виде купола Церкви Небесной и стенами храма в виде Церкви Небесной. И далее мы видим алтарь. В алтаре мы видим ротонду, которая символизирует собой кувуклию, да, кувуклию, да, кувуклию храма гроба Господня в Иерусалиме, то есть место воскресенья, то есть горнего мира. Вот как раз через вот эти вот круглые окна, да, Кирилл Владимирович, и происходит освещение росписей 12 апостолов. Конечно же, когда мы сличали архитектурные фасады Могилевского собора с обмерами, сделанными в Торжке, мы заметили некоторое расхождение вот в шагах отступов там оконных проектов, то есть нюансы все-таки есть, да, но они незначительные, и мы вынуждены были, конечно, принимать определенные волевые решения. Друзья, перед нами уникальный памятник эпохи классицизма, шедевр, да, русского классицизма. Торжок сравнивает с Веченцей, да, с Веченцей, где построены самые знаменитые постройки, да, Андрея Палладио, да, вот, но сейчас они, наши постройки, Ника Львова, в Торжке находятся в таком забытье, и мы хотим этим проектом реставрации привлечь внимание к нашему наследию, к той культуре, в которой мы богаты, да. Ее нельзя забывать, ее нужно леветь, ее нужно беречь, и нашими общими усилиями сделать все, чтобы восстановить ее по крупицам, сделать это как можно более профессионально, деликатно, с пониманием, да, этого сокровища. Игорь Владимирович, друзья, надо еще заметить, что по какому-то историческому стечению обстоятельств Николай Александрович Львов, его фигуры, его творчество никогда не считались архитектурой какого-то первого порядка, да, то есть их никогда не упоминают так часто, как упоминают Старова, Стасова, Захарова, да, московских архитекторов, то есть он несколько находится в тени, и вот именно поэтому, мне кажется, последние десятилетия и творчество Ильи Евгеньевича Путятина помогает нам за... Это профессор Мархи как раз из Москвы, который открыл, показал нам этот храм, это надо отметить особо, да, помогает нам заново открыть творчество Николая Александровича Львова, да, его как-то всем вместе сопережить, да, и надеюсь сохранить его в будущем. Итак, друзья, завтра в 9 часов 40 минут, да, мы отъезжаем, чтобы вернуть эту выставку обратно в Санкт-Петербург. Спасибо этому дому, да, Ильич, центральному дому архитектора, спасибо президенту лично Николаю Ивановичу Сымакову лично по присутствующему на открытии выставки. Спасибо за интерес к этому проекту. До новых встреч! Всего доброго!